Привет, с вами Янгур, и сегодня я покажу вам, как была сделана моя новая песня «Драйв» в этой студии в моем холостяцком логове. Так вот, идея этой песни «Драйв» пришла ко мне в голову, когда я как бы ехал в тот момент домой, было 2 часа ночи, только что поругался с менеджером по телефону, ехал домой весь на взводе, и вдруг у меня в голове просто выскочила эта бас-партия. Я достал телефон, учтите, детки, так делать нельзя, это противозаконно, и начал напевать за рулем, типа того. Потом возникла эта мелодия. Я приехал домой, послушал запись, переслал ее самому себе на почту, залил в Эбблтон и начал работать. Вот так она звучала, как только я ее вставил в проект. О боже. Прям вот вижу, как я еду и кайфую с самого себя. Вот так она и звучала в самом начале. Затем я перетащил запись сюда, и пришлось срезать лишний низ, потому что его было чересчур много. Скомпрессировать ее немного, и затюнил. Затюнил, чтобы не петь мимо нот, добавил реверп и дилей. И начал складываться трек. Короче, та самая оригинальная запись так и осталась в песне. Я пробовал перепеть ее в нормальный конденсаторный микрофон, в наушниках, вся фигня. Старался, из кожи вон лез, но... Она никак не звучала настолько же круто и олдскульно, как изначальная, с которой я, смотрите, что сделал. Вот это ее копия. Смотрите, что я с ней сделал. На ней гитарь-рик. Тут дилей, ревер, эквалайзер. А поверх всего этого есть еще одна перегруженная копия, прорезающаяся сквозь микс. Чтобы не звучало так резко, я вырезал 2 кГц. Вот такой дикий эквалайзер. И перегруженный дубликат я тоже затюнил, примерно так же, чтобы все попадало в тональность ля-бемоль-мажор. Тут я тоже срезал низа, повесил гитару-рик с эмуляцией оселителя. Да, тут вообще полно всякого. Готов поспорить, я просто сидел и перебирал пресеты. Просто щелкал по кнопке среди ночи. Все звучало довольно круто. Потом я поставил сюда гейт, потому что вылез весь шум. Затем идет эквалайзер, чтобы не так резко звучало. И вот все вместе, и это все соченится от бочки, которая просто стучит каждую четверть. Да, вот она. Потом я все это нарезал, чтобы получилось помягче. И что я потом сделал? Я хотел воссоздать свою голосовую заметку телефона. Хотел получить как бы музыкальную версию тех нот, что звучали в голове. Поскольку это было дома, а не в студии, и мне нужно было вставить сюда бас, я взял замечательный звук бас-гитары Rock'n'Backer из Contact. Мне он очень нравится, я им постоянно пользуюсь. Потом я, конечно, все сыграл заново, перед тем, как отправить на сведение. То есть я не отправлял именно этот бас, но он просто для того, чтобы обыграть первоначальную идею. И потом, чтобы сделать ее живее, я дописал сюда отдельные слэп-ноты. То есть это уже живой, нарезанный бас. Soul Stuff. И поверх него я прописал аккордовую прогрессию в Omnisphere. Очень теплое звучание, обожаю этот инструмент. Вот. Или где он? Играет просто терция. Тоник и терция. И немного шкодного питчбэнда. Это здесь? Ага, вот. Дамский угодник питчбэнд. Да, вот такой патч у меня здесь на аккордах. Он уже был, кстати, в предыдущих песнях, но там он сделан немного иначе. Сейчас покажу. Вот так вот. Поднимаем фильтр. Это простой патч в Omnisphere. Просто пила. По-моему, это было сто лет назад, и я не помню, кто именно я делал. Это, видимо, был один из тех дней, когда ты сидишь, крутишь, вертишь фильтры и занимаешься всякой ерундой. А здесь я просто сделал его мягче. Сам патч тот же. Но автофильтр обрезает почти весь верх. А еще он сайдчейнится от другого ритма, о котором мы сейчас поговорим. Это барабанный грув. Он как раз дает правильный рисунок для сайдчейна. И когда я подошел к барабанам, я хотел, чтобы они были максимально простыми. Обычный бит. Мега простой. И хлопки. Наверное, первый бит, что я нарисовал, был таким же. Бочку я взял из Out of My System. Целиком. Потому что она там звучит очень жирно, мощно и круто. Я ее здесь вообще не обрабатывал, потому что... Да она и так звучит хорошо. То же самое с малым. Я ведь над ним уже долго трудился. Вот и все. Бочка, снейр, хлопки. А в куплетах я просто вставил автофильтр, срезал весь верх. Делов-то. Звучит ведь, а? Поверх всего играет хай-хэт-луп. Вот он. Я хотел чего-то такого живого, поэтому открыл свои хип-хоп-библиотеки звуков или лупов. Короче, вы поняли. На нем еще слышен характерный виниловый треск. И он очень бесил инженера, который это сводил. Он такой говорит, что это за треск в сэмпле хай-хэтов. А я такой, бро, так задуманно, это ж винтаж. А вот тут у нас дорожка называется записанный через колонки бит. Я тут сидел, значит, записывал вокал через мой SMB. SMB. SM7B. И в общем наушников на мне не было, потому что я лентяй, и бит играл слишком громко и записывался на микрофон. Давайте покажу его без обработки. В общем, все, что играли колонки, записывал микрофон. Я думал, да это ж нормалет. Я повесил на это сатуратор, срезал низы, сжал, заагитировал, зафильтровал. И вот что вышло. А вот этот бит, наверное, вы уже поняли. Он записан вживую, снят с ударной установки. Она у меня тут есть. Потому что я всегда сперва в общем. Я тут немного забегаю вперед, потому что это было уже после того, как я сделал первоначальный трек дома. Я поехал на студию и начал вдыхать в него жизнь. И первое, что я могу сделать в такой ситуации, это барабаны. Так что я сыграл вот это. Тут очень много уже нарезано. И получается бит, который идет через вот эту цепочку. Здесь у меня несколько плагинов UAD. Они у меня стоят тут всегда. Компрессор 1176 на томах и рабочем. Типа того. Так что уже после записи все звучит довольно сносно. Я не хотел оставлять такую бочку. Ну, то есть звучит она неплохо, но недостаточно плотно. Так что бочку я выключил. И еще томы, очень жирные, тоже отключил. А вот хай-хэт. И еще просто моно-оверхэт. Со всего этого я срезал низы, сгруппировал все в одну дорожку и поставил на нее OTT Multiband. Потрясающая штука. Отлично все сжимает. В нем я настроил параллельную склеивающую компрессию и подмешал ее к общему звучанию. И вот что получается. В моем голосе уже было вот это. Вот этот рагетон-ритм, который мне так нравится. Так что я взял свой канал с 808, который... А он вообще подключен? О, работает. Короче, сюда, спичбэндом. И потом снова засамплировал самого себя. Взял кусок своего бормотания. Сейчас включу в соло. Здесь у нас есть эквалайзер. Срез низких и высоких, сатуратор выключен. Компрессор, хорус для расширения. Фильтр и опять же срез басов. Вот, послушайте. Вы поняли, если растянуть файл... Это просто отрезок из того, что я напел в телефон. И все в сумме дало мне ритм для куплета. А вот тут ненадолго появляется голос. Бум! На этой дорожке я срезал шум автомобиля. Да, эти ненужные автомобильные частоты. Компрессор, чтобы оживить. Корус, ну просто для движения, совсем чуть-чуть. Это все задвигает его звучание вглубь микс, дает немного ширины и искрения. И, конечно, вот это. Звучит, будто лягушка прыгает в болото. Я его слегка подрезал. И вот эта штука, которая мне нравится. Вот этот режим в автофильтре. Просто выкручиваешь драйв, и звучит шикарно. Очень круто. У звука сразу появляются яйца. Ну а потом, из-за перегруза пришлось опять срезать низ. Вот такой ритм. Так, куда нам дальше? Где мы? Где мы вообще сейчас? Ага. Потом, после припева, я добавил шейкеры. Настоящие живые шейкеры. Если я могу, я их разделяю на два канала для ширины. Ага, вот этот шейкер спанорамирован влево, а второй полностью вправо. Очень широкие и аппетитные шейкеры. Так что вот так, как-то так. Ага, вот эта штука. Короче, тут я отправился гулять по сэмпл пакам. Это мы все делаем. И нашел вот этот звук. Это мой любимый звук во всей песне. И он звучит во время бита. Давайте выкрутим его громкость. Потрясающе. Вы его не видите, но он там есть. И что тут еще? Удары с реверберацией. Ну, это все шумы, эффекты. Все приходится выкручивать. Но чисто для ощущения или звучания ширины пространства. Так. И что дальше? Поговорим о сбивках. Сбивки мне тут очень нравятся. Давным-давно я снимал сэмплы своей собственной игры. Потом я забил ими весь драмрэк. Где они? Вот. Это все живые томы. Настоящие. Очень сухие томы с разных студий, в которых мне приходилось бывать. Я снял с них сэмплы, закинул в рэк, и теперь я могу вроде как играть сам на себе. Как говорит диджей Халид, ты сыграл сам на себе. И вот тут я прописал эту клевую сбивку перед припевом. Эм... Где же она? Давайте отключим вокал. Вот тут. И что я с ней сделал? Поскольку томы тут звучали довольно протяжно, я зафризил дорожку. На ней было немного винилового треска, к тому же, но вообще-то вся настоящая обработка на этих томах уже звучала круто. Так что я их так и оставил. Так вот, я их зафризил, перетащил на канал ниже, и сделал вещи, которые мне давным-давно кто-то рассказал, несколько лет назад. Нужно выбрать режим Beats, Transients, поставить вот эту стрелочку в одну сторону, и в поле справа от нее можно укорачивать звуки, делать их супер короткими и чистыми. Так что я взялся за том и по полной, и сделал их очень сухими, чтобы они чуть-чуть сильнее выпирали. Вот и все сбивки. Это пример сбивки, которая играет в начале трека на первой доле. Она как-то сразу вкатила, хорошо подошла на первой доле. Вот, а гитару, я ее снимал вот с этого американского телекастера. Это просто такой хитрый луп, длиной в такт, совсем как на моих живых выступлениях. Легко звучащий, ненавязчивый сэмпл. Мой брат играет гораздо лучше меня, но мне понравилось. Вроде как убертона и общая расхлябанность. Так что я на эту партию наложил гитарный эмулятор от Scafham. Первый сверху пресет American Clean. Тут красивый пружинный ревер, немного кранча. И микрофоны здесь тоже очень хорошие. Да и вообще, ну вы слышите, это звучит по-настоящему, так что я на этом и остановился. А тут у нас пэды. Ну, пэды мне очень нравятся. Они яркие. Я их вставляю в припевы, чтобы как бы раскрыть звучание, расширить его, сделать блестящим, как цветные крошки на мороженом. Тут у нас есть эквалайзер, подкручивающий яркость, компрессия, реверберация, чтобы усадить их в микс. Они очень хорошо вписываются. Опять же, на них я поставил автофильтрер с накрученным драйвом, который на разгонах и перед припевом закрывает звук, постепенно открываясь. Но вот этот драйв с долей кранча, я его обожаю. И тут еще параллельный глу-компрессор, эквалайзер. А вот тут кульминация. Первый пэд здесь, такой весь размытый, удаленный. В нем много реверберации. На него я поставил кранч. А вот тут у нас более шипящий, более прямой звук с выраженной атакой. И вместе они дают четкость и вроде бы как ту размытость, которую я искал. И отлично вписываются. А вот здесь внизу у меня есть штука, аналоговые духовые. JDXI, обожаю эту вещь. Где она тут? Это мое секретное оружие. Выглядит просто шикарно. Roland отличная компания. Он у меня звучит на живых выступлениях, вообще везде. Тут у нас есть пресет, который называется Analog Brass. Кажется, звучит адски тепло, но мне он очень нравится. Действительно душевно. Отлично звучит. Как будто обнимаешься с кем-то. Очень душевно. Так что вот, эта вещь здесь в стерео. А вот тут у нас контакт. Кажется, это ретро-синты. Ага. Ретро-машинс. Обожаю эти инструменты. Они отлично звучат в припеве. Давай послушаем. Потом у нас тут эквалайзер Enhanced от Native Instruments. Добавляет немного. Опять же, Native Instruments. На этот раз ревиоператор RC24. Отодвигает инструмент чуть глубже в микс. А эта партия, кстати, соченится от другой партии. То есть это не просто прямолинейный сочейн. Звучит круто. А вот тут опять автофильтр в режиме PRD срезает верха и перегружает. Вот что будет, если мы его уберем. Успен Labor ревиоператор Отлично, вот такой получается трек пока Еще у меня есть родос, играющий в октаву Люблю этот инструмент от Native Instruments Я их использую практически везде Но вместо того, чтобы Вместо того, чтобы играть обычные аккорды Здесь он добавляет немного блесток Получается прикольно Довольно много реверберации прямо в контакте А потом все это дико зажато компрессором Очень много компрессии Мне нравится такая компрессия после ревербератора Потому что она усиливает послезвучие Я еще сделал... где это было? То есть это та же нота, но на клавиатуре Она сыграна на октаву выше с небольшим пичбендом В общем, звучит тоже как что-то из соула Так вот И довольно забавно Ведь если подумать, на настоящем родос пиано нельзя играть пичбендом И мне очень-очень-очень хочется купить настоящий фендер Родос Ну почему они такие дорогие? Но в Native Instruments можно делать пичбенды И вообще вытворять все, что в голову взбредет Я просто экспериментировал со всеми этими штуками Это просто получилось само собой Я просто хотел переместиться на следующий аккорд Без вот этого вот Так выходит, более интересно, подумал я И более связно Так что прикольно, когда можно сделать с инструментом что-то такое Что по-настоящему не сделаешь Если вы поняли, о чем я Так, что еще осталось в этой песне? Вокал Вокал я записывал О, здесь же еще есть такая томная маримба Ну-ка послушаем Да, это сэмпл из предыдущей песни Мне хотелось что-то добавить во втором куплете Но чтобы получалось развитие И вот я откуда-то откопал маримбу По-моему, она сдвинута по высоте Да, оригинал играет в другой тональности Я немного опустил И ритм поменялся тоже А, вот и нет Такой был А еще я сейчас услышал и вспомнил про все эти сбивчивые томы С их помощью я хотел акцентировать внимание на первой доле Как сказал Джеймс Браун It's all about the one Вот эти томы я взял из того же сэмпл пака XL Что и звук Hey, помните? Здесь их два Интересно, чем они обработаны у нас? Ага, срезанный верх и низ Это первый слой А здесь он еще и в реверсе И еще один под ним, необработанный И он немного не попадает в сетку Ага Вот, я сдвинул один немного влево А другой вправо, чтобы получилось такое ощущение реальной игры Понимаете? Я не знаю почему, но они там И вот последняя вещь, которую нужно было добавить Потому что к тому моменту весь трек был уже готов Все играло достаточно качево И остался только вокал Я его записывал прямо здесь, на этот микрофон На этот раз уже в наушниках Но мне нравится этот микрофон Тут у нас пара плагинов UAD Вот этот парень Еще этот Здесь еще немного эквализации Это у меня UA610 И он дает основное усиление Тут есть обработка верха и низа И я обычно срезаю немного низов и добавляю верха на вокале Может чуть больше усиления, потому что с этим микрофоном я работаю на низких уровнях С вокалом я немного повозился Поднял вход, прибрал выход Неважно, все что угодно, лишь бы звучало красиво И в конце еще один эквалайзер, чтобы добавить шипение Ничего суперсложно, мне всегда важно оставлять простор для последующей обработки Что я в общем и сделал Включим в соло Вот так, без обработки Итак, первым делом я вставил сюда Antares Warm Прямо в самом начале Главная ручка называется Drive Немного срезаны низа Все сильно скомпрессировано А потом, я недавно начал делать такую вещь Этот вокал пропущен через гитарный усилитель Webleton с настройкой Clean Вот так И нужно подобрать Drive-Ed Это просто добавляет присутствия Здесь легко переборщить Поэтому нужно быть осторожным И делать это только для стилизации, понимаете? Потому что песня такая Вокал должен звучать очень близко, прямо в лицо И мне показалось, что это сработало Появилось присутствие А потом из-за тяжелой компрессии я добавил гейт и диэссер А еще Поскольку это поп-трек, я поставил сюда Antares Auto-Tune Evo Именно его, потому что другая, базовая версия, она тоже крутая Где это? Ага, вот, Auto-Tune EXF Он тоже хорош, но там более простые настройки А вот с этим можно конкретно повозиться Поставить настройку Low Male Настроить тональность и все такое Мне кажется, он звучит более натурально Поскольку это поп-трек, мне прямо хотелось, чтобы все ноты точно попадали Вот, без него Не сказать, что это был экстремальный авто-тюн, но давайте послушаем в соло Просто выравнивает все немного Выравнивает и делает звучание более уверенным Что у нас тут еще? А это я пою как фея Эта партия записана дважды, затюнена Тут есть ламповая грелка Срезан низ, компрессия Все то же самое, я просто скопировал обработку А потом я немного сжульничал Вместо того, чтобы прописать три дабла Я записал всего два И второй просто развел simple delay по панораме Это simple delay Zebleton без синхронизации с темпом И с разным временем задержки каналов Вот так, и отсюда он идет на два посыла Посыл А это холл реверберации Посыл Б, пинг-понг дилей, настроенный на три А тут у меня гармония Немного левее Та же обработка Я просто скопировал обработку основного вокала Все это записано по два раза Видите, разведено на 50% по сторонам И вместе получается Вот так, а тут кажется октава Да, здесь на самом деле тройная партия с октавой поверх Она тоже разведена по сторонам И здесь вроде бы то же самое Да, обычно я записываю больше дорожек вокала Обычно у меня есть дабл трек ведущей партии Высокой партии И штуки четыре гармонии Все разведено по панораме То есть каждый по две Но здесь мне почему-то понравилось Как все звучит с четырьмя дорожками И знаете, я совсем не хочу быть как вокал нужно писать В будке и точка Если звучит хорошо, это и есть хорошо Даже сам факт, что у меня главной мелодией выступает голосовое сообщение Как бы говорит сам за себя Если что-то звучит хорошо, не трогай это Гармония нечаянно выключил, что ли? А в бридже снова появляется запись голоса из автомобиля Этот веселый парень И тут еще вступает другой бас, синтовый Тут он появляется впервые Такая небольшая фишка И снова главный мотив А вот эти сбивки в середине припева Тут просто отсутствует главный бит в первой доле И он возвращается на третью А не на вторую Под ними тут вот есть агрессивный синтезатор Вот так И бас Все вместе скользят вниз Прикольно звучит со сбивкой на живой установке А сама сбивка стоит не перед первой долей, как обычно А прямо с нее и начинается Немного сбивает с толку Этот фильм я придумал, пока выступал вживу Я просто играл сбивки в разных местах Потому что я с детства играю на барабанах Мне нравятся все эти яркие детали Но вот кажется и все Из чего состоит песня Ну и еще пара забавных клэпов Их я взял из сэмпл пака Две штуки разведены по панораме На группе ничего нет Звучит и так хорошо Тут у нас есть реверснутый шум Тоже из какого-то сэмпл пака Бум-крэш Задом наперед И том задом наперед И вуаля Вот и вся песня Спасибо большое за внимание Заходите в мой инстаграм Younger Music Я делаю много разных мэшапов И бутлегов Там много интересного Твиттер, фейсбук Что-то вроде Younger Official Или Younger Music Просто нагуглите Younger без буквы Е Большое спасибо Спасибо большое Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому